Всем привет! С вами Кононова Аня и интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня я отвечаю на вопрос новичка, как я делаю видео, всякие разные оповещения. Итак, давайте же с вами пройдем для начала на наш канал. Я прохожу на свой, вы можете проходить на свой, ставьте на паузу. И вот тут у меня есть последнее видео, которое я оставила специально для того, чтобы снять видео, как же я делаю оповещения. И вот смотрите, двойной бонус, ждет ТНГ, работа в интернете. Когда я прохожу, тут есть изменить видео. То есть вот эти вот оповещения не получится сделать один раз, чтобы потом они были везде. То есть это как бы нужно делать каждое видео. Я нажимаю изменить видео. И вот тут вот в изменить видео, я могу его прошить субтитрами, но я в принципе это не делаю. И вот две кнопочки, которые я делаю. И далее, значит, еще я пользуюсь очень часто разделом улучшить видео, если мне хочется что-то вырезать. К примеру, когда я что-то вырезаю, я могу поставить ускорение, замедление. Я могу обрезать, если мне что-то нужно. То есть вот, к примеру, я что-то выделяю, обрезаю и потом нажимаю восстановить исходное видео, восстановить исходное видео или сохранить как новое видео. Я думаю, тут все несложно, тут все понятно. И директорам я уже это видео снимала. То есть можно сделать видео ярче, можно его сделать более черно-белым и так далее. Вот, следующий раздел аудио. Конечно же я уйду, я ничего тут не сохраняла. И мы можем прошить с вами музыкой. Можем с вами прошить музыкой, да, любой. Тоже очень просто. Нажимаете на музыку, она у вас начинает играть. Да, то есть тут различные мелодии, которые вы можете сами выбирать. Сейчас играет только музыка, вот. Но вы можете сделать вот так. Убавить музыку и добавить вот таким вот образом, да. То есть вот. Но я считаю, что музыкой не надо ролики прошивать, если они не по видео и не по чему-то там интересному, да. Вот, к примеру, если вы снимаете видео, листаете каталог и так далее, то, конечно, лучше прошить музыкой. Если же вы снимаете какое-то видео по работе, еще что-то, то лучше прошить через программку киностудия. Она у меня вот установлена на рабочем столе. Она, в принципе, есть по умолчанию на каждом ноутбуке. На компьютер ее нужно устанавливать. Вот, она мне очень-очень нравится. Я там уже прошиваю тихонько-тихонько, чтобы эта музыка не мешала зрителю видео, да. То есть вот на данный момент музыка с Ютуба, она мешает зрителю видео. Далее, значит, конечная заставка и аннотации. Я опять-таки ухожу со страницы, потому что я ничего не меняла и сохранить я не хочу нажимать. Вот, и тут точно так же в конце вы можете добавить любой элемент, да. То есть у меня добавлена подписка и самое новое видео будет показано, когда начнется воспроизведение, да. То есть вот у меня, да, то есть видео длится 10.06, и в 9.46 в конце самого видео у меня уже стоит эта вот аннотация. Как я ее уставляю, сейчас мы с вами посмотрим на любом старом видео, да. То есть вот так вот оно, это дело все выглядит. Итак, значит, я сейчас зайду в менеджеры видео и выберу то видео, которое у меня точно не настроено на такие оповещения, да. Ну, давайте возьмем что-то, что снято было давным-давно. Возьмем седьмую страницу. Вот она, страничка 7, да. И тут, как вы видите, есть с мужем, допустим, вот старое видео, померили с мужем много мужской одежды, да. То есть вот, или, к примеру, супы, там еще что-то. Вот тоже как бы 694 просмотра, да. То есть эти просмотры, они уже практически остановились. Вот. И я могу, допустим, вот это видео нажать и его откорректировать. Более новое видео порекомендовать в нем. Итак, значит, я показываю конечная заставка и аннотации. Нажимаю. Вот. И в этой конечной заставке и аннотации я нажимаю добавить элемент. Во-первых, я могу порекомендовать даже целый плейлист или просто одно видео, да. Нажимаю создать. Понятно, что я порекомендую самое подходящее. Это YouTube сам будет вам подбирать видео, которое будет подходить в тему, да. Вот. Или можно выбрать самое новое. Всегда продвигать видео, которое было загружено последним. Вот, скорее всего, я выберу это, потому что данное видео уже старое. Я не знаю, сколько ему времени. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот. И выбранное. Всегда продвигать одно и то же видео или один и тот же плейлист. Да. То есть вы можете, допустим, продвигать плейлист с роликами о работе через интернет, если у вас загружены профессиональные ролики именно от нашего проекта. Значит, я нажимаю создать. И вот оно, это видео появилось. То есть я его переношу сюда. И эта подсказочка теперь всегда будет тут. Его можно сделать больше, его можно сделать меньше. Как вам захочется, да. Далее. Добавить еще один элемент. Подписка. Нажимаем создать. Да. То есть вот такая вот подписочка. Также ее можно сделать. Нет, ее уже никак не сделать. Больше, меньше, да. Вот. И далее элементы идут. Канал. Добавить рекламу другого канала. Но мне пока нечего рекламировать. Да. И ссылка на свой веб-сайт. Вот. Этот сайт нужно сначала подтвердить с YouTube. Да. То есть я пока не подтвердила. Я когда подтвержду, я вам покажу. Да. То есть вот сразу можно сайт. Далее, значит, мы нажимаем сохранить. И далее, конечно же, если это видео старое, мы с вами выбираем. Да. Тут вот видите, появилось слово готово. И мы выбираем с вами подсказки. Если вы не сохраните, у вас будет... Давай, я самую мою мучу. Вот. И, конечно же, подсказки. Их тут будет пять штучек. Также можете добавить опрос, канал, продвижение другого канала. Да. То есть бывает иногда, что каналы могут блокировать вообще непонятным причинам. И вы можете в старом канале, допустим, делать продвижение своего нового канала. Также вы можете создать опрос, ссылку на ваш веб-сайт и так далее. Да. То есть давайте начнем. Видео или плейлист вы можете добавить. Ну, что я могу добавить на старое видео? Я, скорее всего, добавлю плейлист и добавлю «Работа в интернете Фаберлик онлайн». Да. Это первое, что я хочу добавить. Я создаю подсказку. И она прямо в самом начале будет видна. Далее, значит, я могу добавить еще одну подсказку. Да. Так, минуточку. Вот. Сначала надо передвинуть. Да. Допустим. И на пятой минуте я могу добавить еще одну подсказку. Вот. Также я могу, допустим, любой ролик также добавить. Можно какой-то ролик по бизнесу, да, к примеру, с чего начинается наша работа. То есть это видео уже старое. И его, конечно, лучше уже чем-то разбавлять, чтобы ваш YouTube был все-таки чем-то другим интересен. Далее, опять-таки, создаем подсказку «Работа в интернете». Ну, давайте, к примеру, вот эту. Без разницы. Любое видео, любой плейлист, который вы хотите, вы можете выбрать. Да. Добавлено подсказок. Три из пяти возможных. Еще можно добавить, да, то есть подсказку. Вот, допустим, что-то, что-то интересное, да, вот одежда мужская, женская, более-менее новинки, которые еще есть на складе, да. Ну, и последнюю, пятую, давайте с вами продвижение другого канала не будем, ссылка на веб-сайт не будем, но можем с вами создать, так, опросник, да. Давайте попробуем опросник. Ну, я любую тему, да, допустим, вам нравится это видео, да, допустим, вам нравится это видео, вариант первый, да, и вариант второй, нет, да, к примеру. И можете добавить какой-то свой вариант, да, допустим, напишите в комментариях, почему, вот, да, и, к примеру, вот таким вот образом нажимаете создать подсказку. Вот, давайте же с вами посмотрим, значит, у нас на 17, последняя, да, последняя подсказка 17.25, эта подсказка у нас 13.31, эта подсказка у нас 9.39, эта подсказка у нас 5.26, да, то есть так вот старые ролики, кто-то их может быть смотрит, а эта подсказка прям в самом, в самой середине на первой секунде, да, вот, ну и, конечно же, подсказки эти сохраняются автоматически, и мы с вами нажимаем и проходим, и смотрим, как же она на первой секунде. Так, звук убираю, и сейчас должна выйти подсказочка. Так, минутку. Вот, да, то есть подсказки добавлены автором канала Анна Кононова. Поехали. Вот, видите, вышла, рекомендуем, работаю в интернете. Далее, значит, следующая подсказка 5.26, давайте возьмем, посмотрим, да, как оно выглядит, вот, 5.23, и через 3 секунды выйдет новая подсказка. Хоп, с чего начинается наша работа, да, то есть вот таким вот образом, 9.39. Так, через 9 секунд. Так, 35, 36, 37, 38, 39. Хоп, вышла, да, подсказочка. Работа в интернете, да. Потом, значит, 13, 31. Вот, давайте, 27. И, опять-таки, следующая подсказочка. Ну, и на 17.25 нас ждет с вами опросник. Хоп, видите, выскочила. Далее, значит, 17.25 у нас идет опросничек. Вот, значит, 17.24 и сразу же опросник сейчас должен где-то быть, да. Вам нравится это видео? Человек нажимает? Да, нет? Напишите в комментариях, почему, да, то есть вот таким вот образом оно выскакивает. Дальше, дальше, о чем мы с вами хотим поговорить, да, то есть в самом конце нас ждет оповещение, что подпишитесь на канал и так далее, и так далее. Вот, сейчас оно где-то, где-то, где-то должно быть. Так, тут 33.11, 33.47, где-то оно должно выскочить, вот где-то в этом районе. Да, вот они, видите, как они выскакивают, вот, то есть подписаться на канал, ну, понятно, что я на свой канал подписаться не могу, у кого не подписано, будут нажаться подписаться, да. И, да, и у кого не написано, да, то есть, и вот двойной бонус ждете НГ, работа в интернете, Фаберлик онлайн. То есть вот такая вот интересная штучка. Далее идет, как бы, воспроизведение следующего ролика уже. Вот, и то же самое мы с вами можем сейчас это проделать, да. То есть этот ролик создан 11 августа, а предыдущий ролик, вот, кстати, забыли посмотреть, создан 16 сентября. То есть он чуть-чуть помоложе, чем вот этот вот следующий, да. И следующий ролик мы с вами можем точно так же весь натыкать подсказками, подписками и так далее, и так далее. Вот, ну что ж, с вами была Конна Ваанна, интернет-проект Фаберлик онлайн. До встречи с вами в новых видео.